Субтитры сделал DimaTorzok Их и будем с вами сегодня рассматривать Будем смотреть с вами сегодня Вот такие вот всякие банки-склянки Коробочки, флакончики Будем смотреть ювелирку чуть-чуть Ювелирку побольше И чего там осталось И бутылки, да Вот такой вот у нас план на вторую часть Итак, что же такое в принципе ретушь Вот подобного плана предметки Есть некая идея о предмете Это вообще касается любой ретуши И это идея об идеальном предмете То есть, скажем так Если бы вы вот такую сцену делали в 3D-моделлере То в ней бы отсутствовали Неправильные геометрические формы Неправильные блики И отсутствовали бы паразитные отражения Так сказать То есть то, как это могло бы быть в идеале От 3D-шена без каких-то посторонних факторов Унижается, должно в итоге так и выглядеть Давайте посмотрим, что у нас здесь Была такая картинка, в итоге станет такой В принципе, манипуляций с этой картинкой Произведено не так уж и много Но, тем не менее, она сразу принимает Такой законченный презентабельный вид Отключу сейчас все слои, которые были И с чего все начинается Начинается все, как вам известно, с геометрии То есть любой файл лучше сначала по геометрии поправить и отликвейфайить И потом только его раскладывать на частоты Цветокорректировать, добавлять спецфекты и прочее Что у нас не так с этим файлом? Давайте поставим гайды И убедимся в том, что у нас вертикальные линии вертикальными не являются В частности То есть это такая ошибка перспективы Поэтому что мы делаем? Мы с помощью дисторта и свободной трансформации перспективы и так далее Мы это все дело правим Делая вертикальные линии вертикальными Горизонтальные, горизонтальными и так далее Смотрите, я думаю, что вам не надо объяснять, как пользоваться фри-трансформом Command-T И поехали кататься вот дистортом Как это все устроено, вы знаете На этом техническом моменте останавливаться я не буду Здесь же, на этом же слое, что мы делаем? Мы применяем Liquify Обратите, пожалуйста, внимание, в частности, на левый верхний уголок Нашей коробочки картонной Вот он был вот таким, а стал вот таким То есть в идеальном представлении об этом предмете Корешок загнут быть не должен На эти вещи все надо обязательно обращать внимание И их поправлять Вот мы привели нашу сцену к правильной геометрии С точки зрения перспективы И каких-то бабриси, помятостей и форм Здесь же мы удалили пыль Мы избавились от пыли Как избавляться от пыли вам Леша показал Я имею в виду Dustin Scratches Можно им Но надо сказать, что Я люблю помахать кисточкой И как-то так сложилось, что в рабочем потоке Я чаще всего именно кисточкой и махаю Тем более на сложных объектах Когда это не однородная юбка, грубо говоря А сложный составный какой-то элемент Там Dustin Scratches проходит не очень хорошо Не всегда хорошо Тем более, если речь идет не о светлой пыли на темном предмете А о более светлых предметах с какими-то царапинами Что тогда делается? Тогда в общем и целом Чаще в рабочем потоке Лично я и мои коллеги Фотографы предметки Используем Обычный хиренебраш с жесткими краями Либо, если это какая-то сложная Сложный опять же объект Со многим количеством контрастных переходов И именно на них лежит пыль То частотка наше все Небольшой радиус, но высокий частот к штампу Мы эту пыль замазываем Это вам тоже все известно Учитывая то, что это у нас седьмое занятие Всех, кто прошел нашу коммерческую ретушь Засим Двигаемся дальше Без частотки мы все-таки не обходимся Но что мы на этой частотке делаем? Мы на ней будем бороться Как раз с бликами С нежелательными и с отражением Вот давайте посмотрим В частности на Кусок вот этого вот флакона До и после Частотное разложение в данном случае Используется с радиусом минимальным То есть там не больше единички Почему? Потому что в данном случае Материал, с которым мы собираемся работать В принципе фактуру и высоких частот Как таковых не имеет Но есть некоторые определенные Параметры зерна и шума Камеры, которые нам необходимо сохранить Чтобы картинка не становилась полностью гладкой Для этого нам все-таки приходится Делать частотку, а не тереть миксером Чем мы сейчас и займемся По неразложенной картинке Поэтому частотка у нас все-таки происходит Радиус минимальный Дальше мы вооружаемся миксер-брашем На дубли низких частот Опять же Для тех учеников Которые у меня проходили курс С миксер-брашем все знакомы От и до Я знаю, что Леша Как я не сторонник Лешиного штампа в частотке Так и Леша Не очень сторонник миксер-браша Поэтому могу себе предположить Что люди, которые Ко мне на группу потом не ходили С миксером знакомы В меньшей степени Что делает миксер? Он размазывает Он такая реинкарнация Пальца Помните, смарт-тул Если вдруг кто не знает Так, сейчас я отключу все, что мне не надо Вот и так долго и печально Мы избавляемся от этих самых Паразитных отражений Работаю я с шифтом Поскольку у меня сейчас в данном случае Эти блики имеют абсолютно вертикальную направленность В принципе и штамп бы здесь сработал на ура Особое внимание стоит обратить на Вот здесь вот внизу Сложная зона Я ее, кстати говоря, не доретачил У нас сегодня из шести файлов предложенных Только три По-моему, три, да Или два даже Да Были использованы в реальной коммерческой работе То есть коммерческие заказы были остальные Были подготовлены специально для занятия Вот, поэтому они, может быть, в каких-то моментах Не доведены мной до идеала Каючь посыпаю голову пеплом Вот В нижних частях стыков Надо аккуратненько все это проработать Это отсылка вам К третьему занятию нашего курса Бьюти Работа с мелкими деталями на лице Да, скурпулезная совершенно работа В итоге, протерев вот таким вот образом Или любым другим, которым вам нравится работать по низким частотам Мы получаем чистенькое отражение Нерванное, ровное И добиваемся абсолютно четкой геометрии бликов и отражений Да, то есть нет никаких паразитных форм Нет никаких паразитных отражений Все ровненько, гладенько и четенько То же самое, да Мы проделываем на всех остальных Отражениях и местах Тут же мы можем затирать какие-то пыльные моменты Скажем так И в итоге получаем Картинку Да, то есть Что у нас есть доселе Давайте Значит, было Мы исправили геометрию Почистили пыль Привели все блики И все отражения К идеальным Двигаемся дальше Додженберн никто не отменял Проявление объема происходит точно так же Пожалуйста, можете пользоваться кривыми и масками Можете пользоваться контрастным среднесерым слоем В контрастном режиме наложения Оверлей или софтлай В зависимости от того, насколько сильный эффект вы хотите произвести По интенсивности Проявляем объемы точно так же Здесь единственное, что сложнее Немножечко с одной с точки зрения С другой точки зрения проще, чем с лицом Если на лицо мы Составляли с вами карту глубины Хорошо себе представляли Где что мы темним Где что мы светлим В зависимости от направления источника света То с формой объекта Не лица Не всегда можно угадать В данном случае Объекты достаточно простые По форме Со светом тоже все понятно В данном случае Схема света выставлена правильно В том плане, что мы здесь Будем пользоваться упрощенным правилом Осветляем там, где светло Затемняем там, где темно В макро понимании Скажем так Опять же обратимся к правому флакону Да, у нас есть центральный блик Который мы усиливаем И соответственно Для того, чтобы он стал еще контрастней По бокам от этого блика Справа и слева Мы затемняем Точно так же мы поступаем И на остальных бликующих поверхностях Это у меня Средний серый В оверлей Работаем доджем и берном Или белой и черной кисточкой Опять же, как кому нравится Следующее, что мы делаем Мы дорисовываем блики Кое-какие Это на флаконе с одеколоном Можно заметить В данном случае У нас есть намек на блик Уходящий по жесткой грани По четкой грани Этого самого По ребру точнее флакона Но не хватило Композиционно там Света или способности Материала отражать Поэтому мы этот блик возьмем И дорисуем Делается это обычными кистями Непрозрачными Прямые линии с шифтом Протягиваются В данном случае Здесь с предметкой В этом отношении Работать удобно Когда линии прямые И очень неудобно Когда линии гнуты В частности Когда вы, допустим Вырабатываете кольца Вам приходится делать Круговые движения Причем они не всегда В ракурсе Во фронтальном Они бывают В ракурсе Вот Поэтому там конечно Рука должна быть Очень твердая И набитая С прямыми линиями Шифт спасает Так Далее Мы производим Еще больше Доджин бёрн В данном случае Я работаю с кривыми Да Я понижаю точку черного Достаточно сильно И протираю Это все дело По маске Достаточно грубо Руками Да Я делаю тени Более темными В тех местах Где считаю Это необходимо Черные элементы Темные элементы В частности Коробка слева И правая часть Флакона духов Справа Они являются Достаточно хорошо Светоотражающим Материалом И поэтому Черный Становится не таким Темным Как хотелось бы Мы эту оплошность Исправляем И далее Финальный Такой Практический Аккорд Мы работаем С цветом В природе Если вам показать Вот один Из элементов Этого набора И спросить Какого он цвета Вы ответите Совсем четко Черный Не считая Красных элементов Здесь мы видим Паразитный Такой синий Маджентовый Слегка оттенок От которого Мы опять же Избавимся Потому что Что у нас В ретушием Предметки Это Доведение ее До идеального Состояния Нашего Представления О ней Поэтому Что я делаю Вибрансом Я сначала Задираю Красный И дальше Через Хью Сатюрейшн Просто убиваю Сатюрейшн Протирая Просто кисточкой По маске Красные элементы Чтобы они Не десатюрейтились Остальная Картинка Фактически Получается Черно-белая И последний Небольшой Нюанс Обратите Пожалуйста Внимание На Ту часть Флакона Которая У нас Просвечивается Сквозь Флакон С духами Дело в том Что стекло Не полированное Естественно Да То есть Оно как вылит Так и вылит И поэтому Получается Определенно Такая Деформация Дисторсия Объекта Сзади Опять же Это не соответствует Нашему представлению Об идеальном Объекте Поэтому Берем в руки Ликвифай Это надо было Сделать на самом деле На первом шагу Но я просто Не заметил Вот И поэтому То есть Исправляем В ликвифай Преломление В итоге Получаем Вот такую Вот Картинку Чем дольше сидеть Тем лучше результат Так Смотрим Что у нас В вопросах Я не успеваю Из-за чата Мы так быстро Рассказываюсь Как вы знаете За мной такое Водится Так Андрей Карамнов Пишет Александр Немного отвлекся Раскладывали Картинку Или просто Протерли Проблемные Области Миксер Браш Я раскладывал Картинку Но с минимальным Радиусом То есть Ни у одного Из объектов Ни у одного Из материалов С которых Сделан Хотя бы Один объект Нет четкой Текстуры Нет пор Нет никаких Репленностей И так далее Поэтому будет Минимальный Радиус Размыть Допустим Один пиксел Просто Чтобы сохранить Некое Подобие Шума И зерна Ну или Можно Да Можно Шума Добавлять Сверху Как пишет Леша Но Смотрите Тут Все-таки Нюанс Есть Все-таки Фактура Например Коробки Да Она все-таки Есть Это не шум И допустим Взять Бликующую Какую-нибудь Поверхность Здесь шум Другой То есть Ну вариант Положить шум Или Сделать все-таки Частотку На каком-то Минимальном Радиусе Как добавляется Шум Вопрос К Алексею Я его озвучу Алексей напишет Свой Свой вариант Берем среднесерый Слой В softlight И накидываем На него шум И вот Собственно Перед нами Шум Почему Среднесерый Потому что Все-таки Показываем Специально Сейчас накидаю Очень много Шума Чтобы он Был Лучше Заметен Почему Среднесерый Почему Не по картинке Потому что Со среднесером Мы можем Сделать Определенную Манипуляцию Мы можем Ему сказать Например Чтобы он Не показывал Нам Или показывал В меньшей степени Светлые Крупицы шума Чем темные Вот таким Вот образом Да То есть Сейчас Отображается По большей части Только темные Темные Зерна шума Так Наоборот Только светлые И так далее В зависимости от того Что нам необходимо Да В зависимости от того Насколько освещен объект Нам понадобится В большей степени Либо темные Либо светлые Крупицы И именно За счет Среднесерого Отдельного Слоя А не Деструктивно Наложенного Шума Мы можем На это все Влиять Деструктивно Деструктивно